Микс Ньюз. Утро на Болткоме. Доброе утро. В этой студии по-прежнему я, Анастасия Смоловская, звукорежиссер Родион Золотарев. Все еще с нами, с вами. И телефонная прямая эфира все те же. 67212-93-9, 67213-93-9, номер ватсапа 2306191. И два гостя еще у нас в студии. Это председатель правления партии «Альтернатива» бывшей депутатической думы Валерий Петров и соавтор памятника Виктору Цою в Латвии и мемориальных проектов, а также руководитель общества «Парайзолета» Руслан Верещагин. Здравствуйте. И также кандидаты-депутаты от партии «Альтернатива». От партии «Альтернатива». Да. Доброе утро. В общем, да. Так что об актуальных всех темах будем говорить этим утром, продолжать. И, конечно, праздники Лига, от которых, ну, кто-то, наверное, еще отходит, кто-то пять дней кому-то хватило для того, чтобы отметить все. И по поводу празднования в этом году такая необычная ситуация была, когда, наоборот, в Ригу все стекаются, и многие остаются, у кого нет никаких планов, дач и прочего, для них набережная всегда была таким способом отметить праздник. А в этом году без таких вот активных празднований, какие-то небольшие были мероприятия до этого, рынки и прочее, но таких масштабных праздников в этом году не было. По вашим наблюдениям, что скажете? Хорошо, плохо? Я Лига праздновал не в Риге, уезжал в Валмеру, и что я тоже заметил, что праздник прошел очень-очень тихо. То есть не было слышно каких-то массовых гуляний. Если люди праздновали это маленькими компаниями у себя во дворах, это тоже довольно тихо. Но, тем не менее, к сожалению, открыв сегодня информационные порталы, я прочитал, что за праздники, к сожалению, погибло около 11 человек. Это только то количество людей, которых знают медики, дошла информация, более 10 человек получили ожоги. То есть как бы праздник не проходил тихо, все равно прошел с трагическими последствиями. Ну, кстати, я, может быть, сейчас так чуть-чуть вне темы по поводу утонувших людей. Очень много у нас шла дискуссии о том, что плавание для детей должно быть, культивироваться для того, чтобы… Потому что дети как раз-таки они тоже в той зоне риска, когда, ну, оставив без присмотра даже там на 3 минуты, к сожалению, мы знаем случаи, когда летальный исход происходит. Согласен, согласен. Детей надо учить плавать с самого детства. Ну, и не только плавать, вообще, наверное, отдавать в разные виды спорта, которые не травматичны. А плавание, оно не просто полезно тем, что ребенок, если попадет в воду, сможет выплать, а тем, что еще и, на самом деле, это очень полезно для позвонка, для осанки. Сплошные плюсы. Да, от плавания сплошные плюсы. Я сам, на самом деле, плаваю с детства, уже в классе шестом, наверное, или седьмом. Меня научили в Крыму нырять уже на 14 метров без акваланда, то есть просто погружаться с ластами. Для меня это казалось непостижимым. На самом деле, когда человек правильно все объяснит, научит, то буквально два дня, и ты там уже погружаешься на большие глубины. Хорошие навыки. Да, да, да. Возвращаясь к Лиге, мы знаем, что часть праздников у нас в то время, пока у нас была Лига, в Москве, например, праздновали, проходил, вернее, парад Дня Победы. А в этом году, 9 мая, в Латвии, в том числе в Риге, опять-таки было без массовых празднований, именно мероприятий с какими-то концертами и прочим. И тоже многие отмечали, что может быть так и лучше, что потом мы были без сводок, что за столько-то там выпивших людей, все равно без этого никуда, каждый год мы с этим сталкиваемся, без травмы, без прочего, что тоже достаточно тихо прошло, несмотря на то, что количество людей у памятника все равно было огромным, просто по-другому. Вот по поводу этих массовых мероприятий в будущем может это остаться, как вы считаете? Знаете, да, этот год, конечно, богат нестандартными какими-то моментами, как и Лига, как и 9 мая. Ну, 9 мая показала нам что? Что людям не важны концерты возле самого памятника, людям дорога память о своих предках, и они готовы прийти и почтить память именно у памятника не для того, чтобы там выпить, либо послушать музыку, а для того, чтобы возложить цветы и отдать дань. И, возможно, на самом деле, лично мне этот формат даже понравился больше, потому что это не превращается в какое-то гуляние, еще что-то, а на самом деле видно, как сказать, искренность людей, когда они туда приходят. И, наверное, я даже забегу тогда вперед, я хотел немножко, наверное, с другой стороны начать, но если мы говорим о памятнике, также мы видим, что люди устраивают там гуляния, концерты, торговлю, но сам памятник освободителям находится в плачевном состоянии. И вот как раз общество, которое вы озвучили, представляю, я и Руслан, это общество пара из Олета, мы уже на протяжении, наверное, сколько, 20 лет, наверное, в общем, да, уже... Ну, само общество, оно где-то 8 лет, наверное, как организация, как официально появилось направлением, связанным, почему мы вообще его сделали. Мы занимаемся уже очень давно, да, это порядка 20, наверное, лет, различными инициативами, связанными с направлением группы кино, там, и Виктором Цоем здесь у нас в Латвии у него. Был достаточно такой большой период времяпрепровождения, особенно летом, вот, Цой отдыхал тут. Вот, и, как бы, группа кино приезжала выступать, и неоднократно, вот, ну, и, как бы, соответственно, так как мы тогда, когда-то решили, что мы хотим поставить памятник на месте трагической гибели, вот, мы сначала это делали просто инициативной группой. Ну, начали 20 лет назад. Да, 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 в лице просто, вот, товарищей. Вот, а потом уже, когда пришло время тоже реставрацией заниматься, потому что все, к сожалению, разваливается потихонечку, вот, ну, тогда мы уже официально сделали организацию, бары за лето, и тогда начали сбор средств на реставрацию и успешно ее провели. Потом сделали большое расширение площадки, то есть установили там скамейки, установили столбы освещения. И электричество туда протянули? Электричество, да, там же тоже, это, как бы, лес, дорога, это все совсем непросто. Вот, и сразу контингент очень поменялся на том месте, то есть, если раньше эти такие приезжали музыканты, всякие дворовые. Много всяких ребят, которые можно увидеть на рок-концертах, да. Ну, будем откровенны, просто люди многие приезжали там, выпивали, напивали, смотрели спустя. Ну, кто-то за компанию приезжал, да, просто тусоваться, как вот просто какое-то мероприятие. Преопровождение. Да, 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 а вот, когда все остреставрировали, стали смотреть там за порядком все, ну, стали приезжать дети, и сейчас вообще приезжают бабушки, там, дедушки, даже удивляешься, неужели им близка эта музыка. Вот, но тем не менее, вот приезжают, с цветочками постоят, там, внучек приводят, там, внуков. Ну, очень интересно, что это нескончаемый процесс, то есть, ты приезжаешь с утра, и всегда у памятника находятся люди. То есть, одна компания приехала, уехала, вторая, третья, и, ну, мы были в воскресенье, да, получается, 21 числа? Да, в воскресенье. В воскресенье были, и просто нескончаемый поток людей. В воскресенье был день рождения, как его Виктор Асоя, 58 лет, и также люди приезжают положить цветочки, там, вспомнить, пообщаться, если кто-то друг друга знает, ну, там, в принципе, такой тоже есть контингент, которые друг друга знают и постоянно друг друга видят, там, раз или два раза в год и общаются, вот. И это постоянно поток людей, это постоянно, там, идет какое-то движение, общение, и люди разные, и вот пока находишься, даже вот не вне, да, ты просто приезжаешь, там, по каким-то делам хозяйственного, типа, вот. И ты видишь, все время останавливаются машины, там, одна, две, три, за час, может, четыре, бывает, приезжают целыми компаниями, встречали людей с Германии, с Финляндии, со Швеции. Солдаты американские тоже приезжали. Вот, ну, то есть, это вообще место, место же такое, можно сказать, намуленное, ну, то есть, туда, наверное, должны вообще, это для поклонников этой музыки, там, может быть, для кого-то это вообще повод посетить Латвию. Ну, вот именно так. И приехать туда. Вот, а мы, ну, как бы, очень рады, вот, что людям нравится, они посещают, и, ну, это видно, как все поменялось, то есть, мы даже запланировали какие-то еще будущие активности, вот, допустим, хотим, там, мост, ну, вблизи которой случилась авария, там, ну, тоже разваливается, рассыпается, вот, хотим тоже попробовать сделать реставрацию, вот, этих мостовых перил, имеется в виду, не самой, там, дорожного покрытия, ни в коем случае. Вот, хотим, там, придумать такой, как бы, тоже памятный объект, то есть, разместить, там, под мостом имитацию, вот, стука сердца, чтобы можно было запустить аудиогид на трех языках, событиях, там, тех лет, потому что люди приезжают, там, ну, у нас, конечно, есть информационный стенд, уже установленный, тоже, в 2010 году, вот, но, тем не менее, еще хотим, там, сделать установку, возможности запуска песни группы «Кинолегенда», то есть, у нас на памятнике слова из этой песни, и она, как бы, характерна, ну, самому месту, такая, по смысловой нагрузке и музыкальной, то есть, она такая. Вы не сталкиваетесь с какими-то актами вандализма, потому что, наверняка, там не сидит кто-то с утра до вечера, не смотрит? Вы знаете, абсолютно, ну, единственное, ну, ладно, это мелочи жизни, но за все эти годы, там, пропал цветочный горшок, где у нас, и пару туи, да, унесли, наверное, в Кополе. Столкнулись, столкнулись, да, действительно, было очень удивительно, то есть, мы приготовили такие подсветники, у нас там, аллея из туи высажена, да, то есть, мы в 2015 году высадили, к этой дате, 25-летие, 25 туи, ну, и потом уже подсаживали. Вот, и между этими туями мы сделали такие крепления, как вот горшки, подцветники, да, которые вставлялись в землю, то есть, на метр они там, вот, и мы приехали, тоже у нас была такая акция, провели это все, установку, установили цветы, горшки, вот, а когда приехали 15, это было на 21-м где-то приезжали, когда приехали 15 августа, уже одной, ну, этого подсветника не было, а на следующий год уже трех не было, то есть, ну, вот это было удивительно, кто-то, ну, кто-то это сделал, кто-то вытянул, ему понравилась конструкция, наверное. Да, ну, скажем так, в разрезе 20 лет, наверное, это, ну, как бы, такой маленький акт вандализма произошел, да, в общем, и сама установка памятника, получение всех разрешений на это с местными властями и со всеми происходили абсолютно без проблем, то есть, почитаю, там, независимости от возраста региона, языка, тут мы были приятно удивлены. Так вот, я, наверное, уже... У нас звонок есть. Да, да. Имя надевайте на уши. Не, обязательно. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Я вот только что услышал, что насчет памятника Победы, реновация будет идти, и парк прилегающий, вот господин Петров говорил, все, все там. Ну, это прям вот, на мой взгляд, это прям необходимо там сейчас, ну, и вопросов у меня никакого нет, да. Да, я действительно не будем тратировать хочу, хочу туда сходить с детьми на велосипедах, как это, там, к сожалению, эти дорожки разбиты, ну, и сам памятник уже, да. Идут все люди в возрасте возлагают цветы, ну, то есть там действительно все устарело. Ну, это, на мой взгляд, это действительно нужен ремонт, и, наверное, спасибо ребятам за такую инициативу. То есть, ну, это просто мое мнение, я хотел бы сказать на эту тему. Спасибо. Ну, я так понимаю, что слушатель так понял, что будет реновация памятника, но я так понимаю, что... Вы знаете, он, ну, сейчас я немножко даже удивлен, то есть я начал, ну, начал, хотел начать говорить об этом, потом я перешел на памятник ЦУЭ, чтобы было небольшое предисловие к этому всему. А на самом деле в прошлую субботу мы уже направили от нашего общества письмо в Рижскую думу с просьбой разрешить нам начать реставрацию памятника освободителям. То есть разделить это примерно на два этапа. Сейчас памятник находится в плохом состоянии, у него по периметру отклеивается плитка, плитка довольно такая интересная, это гранит, причем он такой толстый, и когда он падает, он ломается, его потом уже такой не подобрать. Поэтому первое самое главное, что мы хотим сделать, это переклеить всю эту плитку, а на втором этапе уже вместе с Рижской думой, с специальной комиссией, которая занимается памятниками, составить вообще... У них должно быть полное понятие, что с этим памятником происходит, может быть там какие-то проблемы с несущими конструкциями, может надо еще что-то сделать. То есть совместно с Рижской думой наше общество хотело бы заняться полной реставрацией этого памятника. Но на первый этап мы переклеим плитку, что уже не можно, и хотелось бы конечно и вымыть, вычистить сам памятник, потому что он находится на самом деле в плохом состоянии, визуальном. Что там с несущими конструкциями и так далее, это уже хочется узнать именно от Рижской думы. Тогда мы сможем также составить проект, осметить и понять полную стоимость всего этого мероприятия. Плюс уже есть люди, которые готовы помочь и с освещением, то есть памятник можно красиво очень подсветить. Возле памятника нет никакого информационного стенда об этом памятнике, что как, в честь чего он поставлен. То есть мы не просто готовы за это взяться, мы уже в принципе за это взялись. Но вы сейчас понимаете уже, в какие даже первые этапы, в какие эта сумма может вылиться? Вы знаете, первый этап, опять, не обязательно знать суммы, главное понимать, какие работы нам надо выполнить. Потому что что там нужно, по большому счету, клей для плитки и рабочие руки. Те, кто умеет эту плитку переклеивать, по нашему опыту всегда находятся отзывчивые люди, которые, если мы говорим вообще о памятнике освободителям, то думают, что вообще никаких проблем не возникнет. Единственное, что надо согласовать с Рижской думой, например, может быть, они скажут, вот мы хотим, чтобы вы переклеивали плитку вот по такой технологии и на такой клей. То есть, чтобы это не было каким-то несогласованным действием. С самодеятельностью. Да. И, ну, как сказать, я надеюсь, что Рижская дума не откажет в такой инициативе, потому что мы не просим никаких денег от Рижской думы. У нас уже есть опыт в данном направлении, то есть все, что связано с памятниками. И вот такая вот инициатива. Но эта инициатива все равно, это же будет какое-то, какие-то исследования, все равно это какие-то деньги, сбор средств. Сбор мы обязательно начнем, сбор средств. Мы так же само и с памятником Виктору, как вначале происходило, мы поставили памятник. Ну, довольно такой простой. С самого начала залили бетонное основание, обклеили плиткой. И через время это все начало потихоньку отламываться. Погодные условия неумолимо… Разрушают. Разрушают это все. И тут мы поняли, что надо уже делать то, что должно стоять веками. То есть нужен на самом деле мощный фундамент, нужно там из гранита все это сделать. Причем из гранита сделано, видите, будете, посмотрите, это ЦОИ написано на памятнике. Гранитными. Да, гранитными буквами. И вначале казалось, ну это же нереально, там такие суммы денег, надо туда привезти и провести электричество. Под это электричество надо сделать проект, надо согласовать со всеми местными властями. Да, звучит это достаточно дорого. Нужно сделать площадку. Но это на самом деле все недешево. Но очень много отзывчивых людей. Кто-то готов вложить свое время и труд. Кто-то готов пожертвовать какие-либо материалы. А учитывая, как дорог людям памятник освободителям, я не вижу вообще никаких проблем, что могут возникнуть проблемы и что-то может не получиться. Ну, с памятником ЦОИ я могу предположить, что деньги были не только жертвовали из Латвии. Вернее, я думаю, что, скорее всего, достаточно мало из Латвии. Все-таки больше, наверное, со всего общества. Это международный проект, международный, да, абсолютно. С Америки деньги приходили, с Россией, с Европой, с Германией, с Казахстаном, Беларусь. Ну, а здесь памятник освободителям. Это все-таки такая рижско-латвийская история. Ну, допустим, с первым этапом уже точно нет никаких проблем. Там проблемы с плиткой и с рабочими, можно сказать, решены. На второй этап узнаем, но, я думаю, не проблема. Люди, посмотрите, приходят в районе 100, по разным данным, до сотни тысяч человек. Каждый из них приходит с каким-то букетиком, венком. Ведь мы можем сделать какой-то памятный значок, что человек принимал участие в реставрации этого памятника. Человек, может, за 5 евро пожертвовал, получил этот значок. То есть сумма небольшая, а количество людей огромное, кому это интересно. Соответственно, не вижу никаких проблем. Даже если каждый бросится по одному евро, уже можно будет и отреставрировать, и установить освещение. Плюс люди, с которыми мы уже разговаривали по освещению, по плитке, по клею, они всегда готовы сделать это не просто предприятия, и бизнесмены готовы это не просто продать, а отдать по себе стоимость, а может быть, еще и дешевле. То есть люди в этом плане очень отзывчивые. Ну, как качество вклада. Да, да. Я напомню, телефон на прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9 и номер ватсапа 2306191. Перерыв мы сделаем короткий, показывает мне звукорежиссер, и вернемся буквально через минутку. Мы продолжаем утро на Болткоме. Напомню, что у нас в гостях председатель правления партии «Альтернатива», бывший депутат Рижской думы Валерий Петров, а также соавтор памятника Виктору Цою в Латвии и мемориальных проектов, руководитель общества «Парайзалета» и также кандидат в депутаты от партии «Альтернатива» Руслан Верещагин. Доброе утро еще раз. Я видела звонки, вы нам продолжаете звонить 67212-93-9, 67213-93-9, номер ватсапа 2306191. Продолжая тему памятников, мы видим, что сейчас последние пару недель сносят памятники в Америке и в Европе тоже. Кто-то говорит, что это извращение и что это как-то меняет историю, а кто-то говорит, что это дискриминация и не должны стоять памятники тем или иным людям и историческим личностям в том числе. Что вы по поводу этой тенденции думаете? Ну, то, что памятники сносят, это очень, конечно, нехорошо. Они были поставлены когда-то каким-то людям, теми людьми, для которых те люди были важны, то есть они могли там уже умереть, там уже не те люди приходят мимо этих памятников. А это история, это история той страны, этого народа, и как бы это неуважение, это топтание, можно сказать, на своих исторических каких-то вот фрагментах. Ну, в целом, мне кажется, это неприемлемо. Ну, зачастую это просто попытка переделать историю. Зачем историю переделать, когда её можно просто изучать и подходить к этому вопросу с разной стороны. Был поставлен памятник, например, этому человеку, потому, потому, потому. А тому человеку он был поставлен, потому, потому, зачем его сносить? То есть это во многих случаях это произведение искусства. Это какая-то часть истории, что можно показать, рассказать. Поэтому я считаю, это глупо сносить, ломать. Всегда сложнее всё-таки строить. Сломать и не строить, да. Да, да, да. И я немножко, может быть, ещё вернусь, пока шла реклама. Мы подумали, вдруг сейчас люди, которые слушают радио, подумают, блин, я тоже хотел бы взять и поучаствовать как-то в реставрации памятника освободителям. Вот если есть люди, которым это не безразлично, они готовы принять какое-то участие, я оставлю свой номер телефона, людям могут мне звонить, писать, смс. Всегда договоримся. Номер телефона будет 277-277-43. Я не знаю, повторю ещё раз, наверное. 277-277-43. По вопросам, если есть желание помочь в реставрации памятника освободителям, смело звоните. Ну вот нам сейчас звонят по обеим линиям. Не надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день. Мне такой вопрос, я слушаю, вы говорите о памятниках. Ну, я вам скажу, я старше памятника свободы немного. И почему там появилось на нашей площади Узвара? Та-си-ноума и лайкием. Появился какой-то памятник освободителям. От кого вы нас освободили? От свободы? И для кого нужен этот памятник? Сколько латышей погибли? Как пулемётное мясо. А вы здесь говорите о каких памятниках? Я видела, как там вешали людей на этом площади. Спасибо. Спасибо. Да, здесь история всё-таки трактует люди абсолютно неоднозначно. И по-разному всё-таки жители Латвии относятся к памятнику. Но что хотелось бы сказать, что в большинстве случаев, когда я общаюсь с людьми, задавал им такой вопрос, что для них значит 9 мая, что для них значит памятник. И это для жителей русскоязычных Латвии, это не тот момент, когда кого-то где-то освободили. А это дата и место, где они могут прийти, почтить своих предков и отдать дань всем тем людям, которые погибли во время Второй мировой войны. Звонила женщина, говорит, очень много латышей, но погибло как пушь на мясо. Но погибли не только, погибали не только во время войны латыши, погибали русские, евреи, казахи. Огромное количество. Там не было никакой национальности. Погибли десятки миллионов людей. И забывать это нельзя. И этот день, все-таки так же лично для меня, это день, когда можно прийти, вспомнить об этом и понять, что самое главное, чтобы не было войны. Потому что на опыте наших предков мы видим, чем это заканчивается, какое горе это приносит, когда уходит на войну и только из десяти один человек обратно возвращается. Но это ужасные потери, и нельзя забывать, и ни в коем случае это не относится к... В большинстве моего окружения люди смотрят на этот праздник и на этот памятник именно с такой стороны. Я хотел бы добавить, что именно вот этот памятник, он освободителем Риги. И в честь освобождения Риги. В освобождении Риги участвовали латыши, русские и все остальные национальности. Тогда Советского Союза. И он в память о тех, кто погиб, допустим, форсируя Кишезерс. Там есть на самом деле тоже часть монументов, вернее, вот этого комплекса мемориального. Там стоит обелиск. В честь тех, кто погиб, форсируя вот этот Кишезерс. И возвращаясь немного к тому, что я говорил, что когда памятники ставят на определенную тему определенным людям в определенное время, вот это исторический момент, который люди хотят зафиксировать в честь, допустим, сейчас это было погибшим, когда освобождали Ригу, и погибли также и латыши, и погибли русские. И я знаю, что есть и латыши, которые также отмечают День Победы, также скорбят по погибшим, потому что в каждой семье были погибши. В моей семье много погибших. И ходят к памятнику и латыши тоже, и разные национальности, поэтому странный такой вопрос у женщин, как бы однобокий, от кого освободили, ни от кого не освободили. Освободили Ригу, шла война, погибшим поставили памятник, и в этом ничего плохого нет. Это часть истории нашего города и нашей страны. Да, согласен. Получается ли, что вообще переоценка не должна, наверное, происходить? То, что мы видели, например, в Америке, когда памятник Теодору Рузвельту сносят, потому что он рядом с выходцами из Африки и коренными американцами стоит. Ну, в общем, происходит какая-то переоценка, и, в общем-то, тоже, наверное, как напоминание кому-то, какое-то послужит в будущем. Вы знаете, снести памятник, либо что-то уничтожить, порой, это же для того, чтобы поднять опять общественное волнение. То есть, кому-то этот памятник дорог, а какая-то группа хочет его снести. Опять-таки, поднимается конфликт, столкновение между людьми. А это же всегда используется политиками в предвыборных кампаниях. Вот, например, у нас памятник освободителям – это место, которое могло бы объединить жителей Латвии. Например, если бы 9 мая туда пришел премьер или президент и возложил цветы, на этом бы, наверное, закончилось противостояние между русской и латышей в Латвии, когда понятно, что государство признает праздник, который дорог на 40% населения Латвии, например. Ну, для них, вы знаете, то, что 8-го числа они выбрали эту дату. У памятника и также и 8-го числа, но всегда происходили мероприятия, нет такого, что только 9-го. То есть, и 8-е, и 9-е. Здесь можно спорить, какое число более правильное, но также есть вещь, которая называется традиция. И вот она сложилась, и люди, которые приходят туда 9-го числа, но если бы они туда привыкли приходить 9-го, но они не будут менять свою привычку уже. Некоторые приходят и 8-го, и 9-го. Да, да, конечно, с удовольствием. Ну, вообще многие делят 8-е число, как день траура, воспринимают все-таки, как больше именно такой скорбящий день и 9-го числа. Я вообще все вот эти вот даты больше воспринимаю, как все-таки, ну, погибло, ну, десятки миллионов людей погибли, и назвать праздником, ну, тяжело все-таки это. Принимаем еще звонки, надевайте наушники. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я думал, что Валерию Петрову задать вопрос можно, да? Задавайте. Можно, да. Ага, добрый день еще раз тогда, Валерий. У меня к вам вопрос, если можно, как к избирателю. Как от избирателя к вам. Вы уже были во власти, причем правящей коалиции, но, тем не менее, получилось то, что получилось. Вот объясните мне, как избирателю, почему я должен за вас голосовать. Я более конкретно спрошу, вот если отмотать время назад, что бы вы никогда не сделали, чтобы не допустить потери власти в городе? И поймите, это не к вам вопрос личный, не к вашей четверке. Меня интересует анализ действий правящей коалиции. И еще вопрос, если можно, если вы войдете в новый состав Рижской думы, ну, это наверняка не будет правящее количество, какое-то конституционное большинство, то есть ли какие-либо действия, мероприятия, которые вы никогда не поддержите? Против чего всегда будете активно протестовать? Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, наверное, если отмотать назад, что бы я никогда не сделал, ну, по большому счету, все, что происходило в Рижской думе, это все происходило такой логической цепочкой, и сказать, что это сделали неправильно, либо хотелось бы сделать как-то по-другому, таких, наверное, моментов нет. Я, наоборот, считаю, что если уже сложилась ситуация, когда тебя вынуждают, и ты должен голосовать не как ты хочешь, принимать какие-то решения, которые тебе не кажутся правильными, только потому что должна быть какая-либо партийная дисциплина, а потом у многих людей могут быть вопросы по этим голосованиям, по принятым решениям, то все-таки тут я ни капли не сожалею, что я не поддавался на эти моменты, в итоге, конечно же, нас выгнали за то, что мы не голосовали как нужно, ну, и мы идем своей дорогой, и у нас складывается, на самом деле, уникальная уже такая команда, у которой нет ни одной другой партии. То есть у нас огромное количество молодых людей с образованием, разбирающихся, кто-то бизнесмен, кто-то спортсмен, кто-то тренер, все в Риге сталкиваются с проблемами, все эти проблемы видны как на ладони, и самое главное, что нам понятно, как их решить, как решить проблему с парковками в микрорайонах, как обеспечить жильем молодых людей, которые, в принципе, в большинстве случаев не могут здесь заработать такую сумму денег, чтобы и снять квартиру, и достойно жить. То есть, соответственно, за этим всем они уезжают в другие страны, где человек может получить зарплату, заплатить за квартиру свою и еще нормально существовать. То есть самоуправление может, по примеру, других уже городов, даже в Латвии, построить муниципальное жилье и сдавать его в аренду по невысокой цене, до 4 евро за квадратный метр. Самоуправление это ни во что, в принципе, не обходится, кроме менеджмента. Взяли деньги в госказне в кредит, построили, в течение 30 лет выплачиваем с тех доходов, которые приходят за аренду этой квартиры. Именно за этих квартир. То есть, также был вопрос, что никогда не поддержите. Наверное, если в Рижской Думе станет вопрос о сносе какого-либо памятника, вот, наверное, вот это точно не поддержу. Такие моменты. Потому что Рижская Дума – это больше хозяйственный орган. Мы здесь в Риге не принимаем законы, а следим за городом, за инфраструктурой, за социальной составляющей. Ну, в этих моментах тяжело даже найти такой момент, что могут придумать, против чего быть полностью. Ну, конечно, если сократить какие-либо пособия людям. Я также против того, что не увеличиваются пособия по рождению за первого ребёнка. Ну, таких моментов, наверное, будет много, где против. Но нужно всегда выступать за что-то за и предлагать выступать собственными инициативами полезными. Вы сказали про то, что Рига – это всё-таки хозяйственное, и самоуправление должно быть хозяйственным органом. Но мы видели, что, ну, в общем-то, к концу прошлого года достаточно политичные были заявления, в том числе и мэра Нила Ушакова, что, в общем-то, политика-политика была уже, а не хозяйственные какие-то моменты. Да, да. В этом и большая беда, что, как сказать, всё равно всё большинство работы в городе хозяйственной выполняют чиновники и муниципальные учреждения. А Дума – это как политический такой надзирающий орган. Ну, и там происходили вот эти вот между собой стычки, так называемые, а чиновники работали таки, продолжают работать. Но они и сегодня продолжают работать. Продолжают работать. Ну, как кто-то, конечно. Временная администрация в том числе. Да, да. Примем ещё звонок. Надевайте наушники. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Может, по примеру, какие-то... Доброе утро. Слушаем вас в эфире. Доброе утро. Утро. А, да. Доброе утро. Я хотел, в общем-то, сказать, что это очень нужная вещь, о которой Валерий говорит с этой инициативой, вот, с реставрацией памятника. Хотелось бы только вот узнать, ведь там плитка не только откалывается, она наверняка и ломается, и её же надо будет как-то менять целиком, возможно. Вот. А вообще, конечно, спасибо, что выступаете с такой инициативой. Вот. Вот такое вот вопрос. Спасибо. Да. Спасибо за звонок. Спасибо, спасибо. Да, на самом деле, в том-то, поэтому мы и спешим, потому что при падении плитка просто ломается, сломанная обратно не приклеит, но пока что плитку, которую надо будет подобрать в цвет и заменить, там совсем маленький участок, её очень можно грамотно переклеить, где-то этот момент и спрятать, пока это возможно. Если чуть-чуть это всё упустить, то... Приклеивать уже нечего будет. Да. Просто будет удорожать потом сама реставрация. Не просто удорожать, а очень, если мы... Это будет крайне дорого. Мы знаем, сколько сейчас будет стоить квадратный метр обработанного гранита, например, когда вот толщиной там плитки, ну, по 4 сантиметра, даже где-то, наверное, такие, ну, большого размера. То есть это просто эксклюзив такое не найти, а переклеить полностью весь периметр памятника, когда будут доходить суммы сотнями за квадратный метр. Поэтому сейчас, если всё вовремя начать, начать переводить в порядок, то мы делаемся, как говорится, малой кровью. Возвращаясь к политике, уже не очень много времени у нас остаётся. Как раз-таки в марте был, и сейчас вот результаты опроса, проведённый агентством СКДС, по результатам которого выяснилось, что лояльность какой-либо конкретной партии выражает только каждый пятый латвиец. Соответственно, все остальные, ну, люди, которые смотрят на... принимают решения незадолго до выборов, например, и принимают решения, в общем-то, ну, наверное, как-то импульсивно, возможно, в том числе. Что вы на этот счёт думаете? Да, я сейчас, смотря на все эти цифры, тоже видел, что огромное количество людей не определились с выбором. По большому счёту у нас на политической арене такой незастой, а круговорот одних и тех же лиц долгое время, которые просто где-то меняются партии, появляются новые, и люди уже смотрят, и они даже просто не знают, а за кого же голосовать. Ну, там была Вена, либо стала явно Вена, либо там с националов кто-то ушёл, там в другое место перешёл, там новую партию салон. Но это все те же лица, у которых все одни и те же спонсоры, за ними стоят одни и те же бизнесмены, и люди начинают это понимать. Соответственно, в этом году будет опять уникальная ситуация, как есть коронавирус, ещё что-то. В этом году появится альтернатива всем этим партиям. Так что я думаю, что… В прямом и переносном смысле. Да, и в прямом, и в переносном смысле. И очень хорошая альтернатива. Лучшей альтернативы уже будет не найти в этом году. В политическом спектре так точно. Если говорить, понятное дело, что всё будет по-другому в этом году, и об этом говорят и политологи, что в этом и интерес именно этих выборов Рижского Дума, потому что если до этого было понятно, что согласие была всегда самая большая процент поддержки, и были сильные кандидаты, можно с этим спорить, можно нет, но всё-таки харизматичная личность в главе списка был Нилушаков, который, конечно, привлекал многих людей. В этом году будет интересно хотя бы потому, что будет по-другому. Понятное дело, что той же коалиции, которая была на протяжении многих лет, уже не будет. Что вы на этот счёт думаете? Вы разговаривали, анализировали. Как это возможно, опять-таки, по поводу тех же красных линий? Есть ли они у вас? По поводу… У меня нет никаких красных линий. Мы готовы сотрудничать, в принципе, со всеми. Главное, чтобы, когда формируется коалиция, все наши условия соблюдались. Если мы идём в коалицию, договариваемся о чём-то, то мы хотим, чтобы подняли пособие по рождению первого ребёнка. Мы хотим, чтобы начало строиться муниципальное жильё. Мы хотим, чтобы Рига с адекватной деньги, которая собирает за парковки, в центре города перенаправила их на решение проблем в микрорайонах. Мы хотим пересмотреть на дорогостоящие проекты, которые у нас иногда уходят сотнями миллионов, и направить именно деньги в микрорайоны. Многие политики тут рассказывают, как красиво в старом городе они выделяют деньги на реставрацию фасадов. Но в старом городе живут, на самом деле, не самые бедные люди. И лучше, может быть, надо уже помочь микрорайонам привести дворы в порядок. Но вы говорите про хозяйственную часть. Понятное дело, что здесь же на фоне всех этих условий будут какие-то политические моменты. Они абсолютно связаны. Все же зависит от того, как сложатся эти выборы. Кто соберет, сколько людей перейдет на избирательный участок. Вы что думаете? Это один из самых... Лотерея. Это вообще лотерея, потому что выборы никогда не проводили летом, потому что лето – это глухой период для пиара какого-либо политика и так далее. Да, люди все уезжают, все отдыхают. Мало кому интересна эта политика. Тяжело политикам достучаться до электората. Сейчас еще параллельно пугает второй волной коронавируса. А вдруг эта вторая волна коронавируса начнется после как раз-таки дня выборов, когда все соберутся в одно место, куда-то придут. Какое процентное соотношение придет людей, которые до этого голосовали за одни партии? Мы разделим на русские и латышские, так образно. Кто голосовал за русские, кто за латышские? Кого сейчас придет больше? Кто из этого электората будет активней? Вообще огромная загадка. Понятно, единственное, что такой картины, как была до этого, уже не будет. Уже с согласию никак не получить уже правящего большинства. Это просто невозможно. А как у других партий, там между собой еще будет складываться. Но мы все это уже посмотрим. У нас есть звонок, и остается буквально пару минут. Поэтому прошу очень коротко задать вопрос и коротко ответить. Доброе утро. Доброе утро. Я хочу напомнить, что на месте памятника свободы, Милди, стоял памятник Петру Первого. Вот куда он делся? И зачем надо было строить на месте этого памятника, снесенного кое-кем? И мне создается впечатление, что у некоторых комплексы неполноценности, которые утверждаются за счет другой нации, национальности. Спасибо. Ты что-нибудь знаешь про памятник Петру Первому на месте? Ну да. Его перенесли? Я знаю, что он там находился, стоял. И почему его снесли? Ну, наверное, это было, может, и связано с тем, что образовалась Латвийская республика в начале прошлого века. Это памятник империализму, можно было бы считать. И я знаю, что он находился где-то на хранении. Потом его сделали реставрацию, наши местные активисты. Вернее, непосредственно определенные люди. И он был на демонстрации, когда был Риги 800, по-моему, выставлен. То есть он восстановлен, отреставрирован. И сейчас мне известно, что он находится на территории, частной территории, по-моему, на Тейке. Кто-то даже говорил о знакомых. Тейка вообще сборище памятников, всевозможные просто пристанища. Самое лучшее место. Хочу напомнить, что, допустим, тот же памятник Свободы, когда Латвия была в составе СССР, некоторые местные активисты предлагали его тоже снести. А защитила его скульптор Мухина, которая известна по своей скульптуре рабочей колхозницей. То есть люди, понимающие, что не надо сносить, что бы там ни случалось, вот тогда услышаны были, и памятник остался, и радует нас. Он действительно прекрасен. Одна минутка у нас буквально остается по поводу памятников всевозможных. Сейчас, конечно, вспомнилось, вы тоже, наверное, когда с утра к нам шли, могли видеть около музея памятник, на котором на прошлой неделе говорили, наверное, все. Это памятник медработникам, которым много разговоров. Да, памятник медработникам полностью поддерживаю замечательно. Но лучше бы, конечно, правительство поддержало не такую инициативу, а до этого все-таки выделало медикам деньги на повышение зарплаты. Потому что на самом деле они работают в адских условиях. И это труд, который я, как налогоплательщик, со своих налогов бы точно не пожалел бы для медиков денег. Потому что мы не знаем никогда, что может случиться с близкими, знакомыми, друзьями в любой момент. Рассчитывать можно будет по большому счету только на этих людей. И чем у них лучше зарплата, чем они лучше квалифицированы, тем безопаснее наше общество. Нам пора заканчивать на сегодня. Председатель правления партии «Альтернатива», бывший депутат Рижской думы Валерий Петров и соавтор памятника Виктору Цою в Латвии, а также руководитель общества «Паразия Лето» и депутата от партии «Альтернатива» в Рижскую думу Руслан Верещагин. Спасибо, всего хорошего. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Продолжение следует...